Гомельшину заметая, вот уже несколько дней в область смагается с великим снегопадом, становившая на дорогах и в улицах небеспечная. С уместными намаганиями Держа Аутоинспекция и Коммунальные службы працуют, как подтремливать нормальную ситуацию. С подробностями Миколай Скинтиян. Зима есть зима. Безумовно морозы и снег абсолютно нормальная картина для этой поры года. Но после широкого относительно теплых зим гомельшане отвыкли от такой количества опадков. Для пешеходов и особливо для водителей гомельшины опошние дни перетворились у соправданную боротьбу со стихией. На передни областная Держа Аутоинспекция зарегистровала 131 ДТЗ, у одним из яких потерпела 8-годовая дитя. Супрацовники да и нагадывают же хорам в области. У таких неспрояльных дорожных умовах выполнение правилов особливо важно. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными в данный период времени. Не оставаться равнодушными. Если вы видите, что у проезжей части остановился автомобиль и вокруг него курсирует растерянный водитель, остановитесь, предложите свою помощь, либо сообщите в специальные службы, чтобы данный автомобиль как можно быстрее убрать с проезжей части. Уважаемые водители, соблюдайте безопасную скорость движения. Откажитесь от резких ускорений, торможений, от обгонов и опережений. На территории региона протягивая дейничать специальный план на дворье. Инспекторы, что день мониторать в улице и дороге, координують работу коммунальных служб, ка в яны могли оперативно расшишать снег. Зараз у Гомель и Гомельском районе у рамках акции працуют шесть экипажа у ДАИ. Что тычится коммунальника, у яны активизовались на полную. Напереды не со стихии змагались амаль паутары тысячи работников ЖКГ. Было задейничано около 200 одинок техники. У праерытэці минавита социальная сфера. У першую чаргу очищаются территории школ, дитяшых садков, медицинских установ. Так самы гэда тычыцца припынка у грамадского транспорту. Але тут ёсць свои нюансы. Сейчас вот поступают многочисленные звонки от жителей как города Гомеля, так и, говорится, всей Гомельской области в части очистки остановочных пунктов. Значит, у нас многочисленное количество остановочных пунктов, которые не находятся на балансе предприятий ЖКХ. Это табакерка, это киоски разного рода, которые, говорится, именно находятся у частных лиц. Поэтому на сегодняшний день по согласованию с районными исполнительными комитетами даны поручения как отделам ЖКХ, райисполкомов, так, в частности, наши предприятия, санитарные службы, службы МЧС. Значит, напомнить всё-таки частным лицам о том, что на закреплённых территориях надо производить, говорится, уборку непосредственно за ними закреплённых территорий. Также, конечно, огромное спасибо населению, которые откликнулись на наши просьбы в части таких вот снегопадов. И люди выходят, помогают на участие очистки, говорится, дворов в территории. Синоптики попередживают. Такое на дворе захавается як минимум до конца тыдня. Ночная температура будзе опускаться до 15 градусов ниже и за нуль, дзённая вагаться от минус 7 до 14 из минуса. До мятелев и морозу добавится порывистый ветер. Супрацовники ДАИ завертаются до водителев с просьбой информовать службы обстанне аутодорог по номеру 125 в улиц Гомеля 115, обстанне дорожных знаков и несправностях светлофоров у телеграм-канал СМЭБ Гомель. Светлофоры – дорожные знаки. Миколай Скинціян, Андрей Иванов, Телерадо и компания Гомель.